я рада вас всех приветствовать на нашем канале с вами магазин рукоделия candy yarn сегодняшний наш урок мы посвятили вязанием носочки для начинающих мы будем учиться вязать носки опытные мастерицы я уже больше чем уверена умеют это делать а начинающие хотят научиться и мы вам в этом поможем еще хорошим помощником нам будет служить набор для вязания носков который входит в блокатор для носков очень удобный очень хорошо регулируются размеры 40-30 44 до 43 выставили нужный размер вяжите отделе носочек и уже смотрите сколько вам еще связать и где начинать убавочки на мысок также нам для работы понадобятся носочные спицы пять штучек счетчик рядов очень удобная вещь когда вы одеваете его на пальчик кнопочку нажимаете и считаете ряды это очень хорошо когда вы вяжете вам надо два одинаковых связать носочка чтобы они были одинаковые и игла для вязания это мы ее будем закреплять наш мыс вот такие вот носочки у нас должны получиться и конечно же они у нас не получатся потому что должна быть пряжа мы взяли пряжу 100 процентная шерсть верблюда вы все конечно прекрасно знаете все качества верблюда кто нет можете посмотреть наш видео обзор на эту шерсть я думаю вы найдете для себя очень много интересной и полезной информации и так у нас материал есть все есть и мы приступаем к работе и приятного вам просмотра для того чтобы связать носочки нам также надо знать сколько мы петель будем набирать для этого лучше связать образец и по нём уже начать расчет допустим расчет мы делаем для этого мы снимаем мерки снимаем мерку по обхвату в районе ниже косточки наш подъем где-то под пяточкой и где переходит у нас нога в стопу обхват полный соединяем эти две длины складываем и делим пополам у нас должна получиться ширина нашего носочка и по этой ширине мы уже рассчитываем сколько петель нам нужно набирать ну и также наша стопа вы будете мере по вот этому блокатору очень удобная вещь ну мы на 37 размер у меня уже все рассчитано нам где-то понадобится 60 петель количество петель должно быть кратное 4 потому что у нас будет 4 спицы можно набрать сразу все 60 петель на одну спицу и потом вязать и делить уже по 15 петель на каждую мне больше нравится начинать сразу потому что во первых получается красивый край если вы начнете на одну спицу а потом будете делить на 4 у вас начало будет вот таким не знаю для меня он идет как изнаночный край лицевой край должен быть красивый поэтому я начинаю всегда на 4 сразу спицы и так поехали я думаю что вы уже все умеете набирать либо вязать лицевые и изнаночные то что мы будем вязать в носочках и набор петель если кто не умеет я могу покажу медленно ула вылаживаем между большим указательным палец пальцем ниточки держим их в руке и край один оставляем такой подлиннее и начинаем вводим сзади спицу с большого пальца подхват делаем такую петельку растягиваем из указательного подхватываем петлю показываю еще раз вводим спицу сзади через большой палец подхватываем с большого ниточку снимаем с большого и затягиваем у нас на спицы получилось две петли и дальше мы продолжаем набирать 15 петель 2 есть вводим вытягиваем рабочую нитку с показательного пальца и подтягиваем большим набираем 15 петель 15 петель мы набрали так сейчас это пока уберу он нам не нужен выводим на серединку спицы берем вторую спицу и продолжаем тоже самое делать второй спицей только уже не делаем 2 сразу а делаем по одной стараемся здесь хорошо подтянуть первую петельку чтобы у нас одинаково шел край не было у нас разрывов и ну расстояние между петлями 15 две спицы у нас уже есть берем следующее тягиваем первую петельку 15 теперь мы собираем это все четырехугольник такой смотрим чтобы у нас не перекрутились они между собой подтягиваем краю вот у нас остался край моего потом вы закрепим и теперь мы соединяем наш набор петель вяжем первый ряд вязать мы будем резинкой два к двум то есть 2 лицевых 2 изнаночных используем пятую спицу спицу и начинаю вязать мы сделали один ряд провязали когда вы вяжете старайтесь чтобы между спицами когда вы переходите со спицы на другую спицу немножко подтягивайте петли тогда у вас не будет дырочек между уже в готовом вязании не будет дырочек между петлями первый ряд провязали на счетчики отмечаем один нажатием кнопочки кому удобно можете его повесить себе на пальчик мне удобнее когда он лежит чтоб ничего не мешало ширина резинки это все зависит как бы какой высоты вы хотите как вы хотите чтобы она прилегала в среднем где-то резинка идет пять шесть сантиметров и на продолжаем вязать петлю петлю да и но это резиночка у нас уже готова как бы 5-6 сантиметров у меня получилось 24 ряда вы как видите я повесила на палец потому что так удобней не мешает ничего закреплен хорошо можете положить рядом можете одеть его на пальчик дальше мы продолжаем вязать чулочной вязкой вот наша это резинку мы связали сейчас мы будем вязать чулочной вязкой мы ее вяжем столько вот ну чтоб расстояние вот это вот глинище было ну где-то приблизительно на средний носок и 10-12 сантиметров ну и сейчас переходим на чулочное вязание вяжем все время лицевыми петлями ну вот мы дошли до пятки мы провязали где-то 12 сантиметров нашего линия и сейчас мы переходим к пяточки когда первые носки свои вязала мне бабушка учила мне казалось боже это так сложно это вызвать пятку это идет туда туда я вообще представление не имела как это все делается но когда она показала мне научила я по сей день вяжу носки и мне кажется это такое самое легкое главное это все запомнить принцип действия сейчас мы будем формировать нашу пятку дальше мы будем продолжать вязание на двух спицах эти две останутся у нас в нерабочем положении мы их трогать не будем будем вывязать на вот этих вот двух можно их сразу при вязании собрать на одну спицу и продолжать вязание вязать это будет вот вот эта вот часть она идет обычно 5-6 сантиметров если сильно высокий подъем можно сделать 6 сантиметров если не очень то можно и 5 сантиметров ну у меня где-то здесь 6 сантиметров и мы начинаем при вязании этой прямой части то что мы с двух спиц будем вязать первую петлю мы снимаем а последнюю провязываем изнаночной вот я перенесла с двух спиц на одной и дальше я буду 6 сантиметров вязать на одной спице желательно просчитывайте количество рядов потому что чтоб у вас носочки были одинаковые лучше конечно пользоваться счетчиком рядов чтобы одинаково все было чтоб не было потом вы не распускали не тратили свое время и вязать нужно нечетное количество рядов надо остановиться последний ряд провязать с лицевой стороны ну до этого дойдем вяжем первую петлю мы снимаем дальше вяжем в рисунку чулочной вязкой первую снимаю последнюю провязываем изнаночной как видите я вяжу с двух спиц собрала на одну а эти просто остаются вне работы так вот после того как мы связали нашу пятку на одной спицы то есть получается две у нас было вне в работе мы вязали с двух спиц мы собрали все на одну связали и сейчас мы приступим к формированию вот этого вот закругление пяточки закончить вязание надо на изнаночной стороне то есть начинать убавление мы будем с изнаночной стороны тогда мы закончим на лице и с лицевой стороны и дальше пойдем работать мы собрали здесь без двух спиц и значит у нас здесь количество петель 30 у вас может быть другое как по вашим расчетам делим эти 30 петель на 3 то есть получаются по 10 петель если у вас получилось допустим от 32 петли там или там 31 сколько там то делите на три части разницу добавляете к центру центровым то есть вот у вас было 32 петли то вы делаете 10 по краю и 12 центре так как у нас 30 петель мы делим на 3 то у нас получается по 10 петель что мы делаем дальше сейчас в основном мы будем вязать центральную часть и постепенно убирать петельки подхватывать с других 10 петель чтобы их собрать делаем сначала мы провязываем одну петлю первую мы снимаем провязываем 10 кромочная сюда входит в счет 10 вяжем следующие 10 петель то есть мы вяжем 9 провязываем девять раз два три четыре пять 6 7 8 9 а десятую и первую петлю с крайних десяти мы провязываем изнаночной 2 петли вместе вот это у нас получилось первое считаем здесь должно остаться 9 петель 9 петель поворачиваем вязание первую петлю снимаем это будет первая петля дальше провязываем 9 петель 9 10 и первую петлю с крайних десяти мы провязываем две петли вместе лицевой с краю у нас остается по 9 петель опять поворачиваем вязание первую петлю снимаем опять провязываем 9 здесь уже можно не считать потому что здесь уже видно где у вас последняя петля из оставшихся петли которые у вас остались на 9 петель уже видно вот у бабочка и мы десятую петлю со следующей петлей провязываем вместе опять поворачиваем вязание и вот с этой стороны с лицевой у нас уже видно вот вырисовывается косичка такая вот видите где у нас где была у бабочка мы последнюю петлю и следующую петлю из 9 провязываем вместе и вот у нас уже получается формируется такой угол вот уже угол практически хорошо видно и постепенно уменьшаются петли справа и слева таким способом нужно сделать пока мы не закроем все петли крайне с этой стороны вот мы последнюю петлю делали у нас на спицы осталось 10 петель вот получился получилась вот такая вот пяточка следующим этапом нам нужно заполнить это пространство делать мы будем набором петель в наши кромочные как видите они широкие поэтому делаем мы так скрещенный накид перекручиваем и одеваем дальше у нас вот идут наши кромочные петли из одной кромочной петли протягиваем 1 2 опять делаем вот у нас получается вот такой вот набор последнюю петлю мы смотрим где идет наш ряд вот он петелька уходит где первое было чтоб цепочка была вот одна и вот вторая и мы здесь из этого делаем последнюю петлю вот это количество петель которые мы набрали оно должно быть одинаково и на втором со второй стороны вот мы набрали наши 16 петель получилось и дальше продолжаем вязание будем в работу те две спицы которые мы оставляли берем другую спицу и начинаем вязать с другой стороны набор петель должен быть точно такой же какой мы делали в начале и количество петель должно быть одинаковое и и и следующая с нашей пяточки с наших десяти петель пять петель делим пополам и пять петель переводим на четвертую спицу провяжем их и переведем у нас получилось вот такая вот пяточка когда мы вязали до пятки мы начало и конец вязания ориентировались по этой ниточки то и сейчас начало вязание и конец это будет у нас середина нашей пяточки эту ниточку можно чтоб она не мешала можно убрать как видите мы здесь сколько набирали на четыре спицы сразу поэтому у нас здесь все ровненько все чистенько и и теперь мы выводим его закрепляем и прячем и и обрезаем теперь мы первый ряд будем уже считать первый ряд отсюда уже как бы у нас уже идет к совершению все первый ряд мы пройдем по кругу провяжем как вы обратили внимание что у нас до получилась здесь у нас по 15 петель а здесь у нас получилось больше 15 петель это мы делали подъем вот он виден вот здесь вот и сейчас мы будем делать убавочки и наш подъем опускать мы будем убавлять петли до нашего до наших первоначальных 15 петель первый ряд мы провязали во втором ряду вот мы разделим это у нас первая спица от пяточки вот начало вязания идет первая спица и четвертая и в конце первой спицы и в начале четвертой мы будем в каждом втором ряду убавлять по одной петле то есть последних две петли мы будем провязывать вместе на первой спице мы провязываем за передние дольки снизу давайте сейчас будем вязать и я вам по ходу все расскажу вяжем первую спицу это и у нас идет второй ряд можете отметить на счетчики вот у нас остается две петли снизу подхватываем две петли и протягиваем рабочую нитку то есть мы прогазываем две петли вместе вот и дальше делаю продолжаем вязание до четвертой спицы вот мы дошли до четвертой спицы на четвертой спице мы делаем первых две петли провязываем за задние дольки две петли вместе и дальше вяжем получается что у нас в каждом четном ряду будут убавки и так мы делаем третий ряд мы вяжем без всяких убавок четвертый ряд мы опять на первой спице убавляем последние две и на четвертой спице первые две провязываем вместе и так мы делаем до тех пор пока у нас на спице окажется 15 наших первоначальных петель ну вот после всех убавлений мы дошли до 15 наших петель которые были в начале и вот у нас получился такой уголок с одной стороны и с другой если видно вот на этой спице носочки на этом вот мы сделали уже вот сколько мы с вами какие молодцы мы уже сколько связали теперь мы будем продолжать вязание и будем вязать сам носок по ступне до убавлений вяжем мы по вашему размеру если хотите до конца мизинца если у вас вы пользуетесь блокатором то вяжите до начала закругления вот этого удобно можно одеть померить ну будем вязать и в процессе мерить и так дальше мы вяжем где-то вот эти вот убавления где-то занимают сантиметров 5-6 если вы не хотите мерить уже то а так примериваем и до конца мизинца вяжем прямую часть без всяких убавлений просто вяжем и наслаждаемся вязанием вот мы дошли до завершающей нашей стадии и сейчас мы оденем и посмотрим подходит подходит правда не так одеваю и одеваю так потому что чтоб не сбить нашу эту нить и ничего не зацепалась и проверяем вот как видите мы дошли до наших убавлений теперь можно делать убавление теперь мы начинаем убавление можно убавлять разным способом можно взять допустим по середине и убавлять по две петли с этой стороны на этих спицах и на противоположной мне больше нравится когда убавляется с одной стороны на каждой спице у нас получится вот таких вот четыре убавления начинаем мы убавлять 7 раз через ряд первый ряд мы делаем убавки просто в каждом начале каждой спицы убавляем по одной петле то есть мы провязываем две вместе и вместе вместе за задние стенки за задние стенки за задние стенки и так мы сделаем пока и так мы будем продолжать убавки пока у нас на спице не получится 8 петель у бабочки будут через ряд но мы будет это мы вот мы дошли что у нас на спице осталось по 8 петель мы делали убавочки через ряд сейчас мы делаем убавки в каждом ряду и чтоб у нас было на каждой спице по одной петли осталось это уже завершающая стадия носочков вот наш завершение уже подходит делаем последние у бабочки для удобства можно последнее чтоб не путаться в четырех спицах можно одеть на две спицы и провязывать на двух спицах так вот у нас получилось 4 петли обрезаем надеваем просовываю в эти две по ходу вязания как мы вязали и просовываю следующие две центр куда как мы стянули наши петелечки центр иголочку опускаем выворачиваем наш носочек вытягиваем эту нитку подтягиваем и закрепляем чтобы конец не мешал не болтался его можно спрятать и отрезаем все наш носочек готов наши носочки готовы и у вас дома появился новый семейный доктор ведь шерсть верблюда это не только тепло но это еще и лечебные свойства и еще чем отличается шерсть верблюда это то что она очень хорошо впитывает влагу и хорошо ее отдает поэтому ваши ножки всегда будут теплее всегда будут сухими еще они немножко покалывают но это очень хорошо у вас всегда кожа будет в тонусе и хорошее кровообращение конечно же блокатор спицы счетчик кигла для вязания вы можете пользоваться ими в дальнейшем они вам еще очень долго прослушат на этом наш мастер-класс закончен спасибо большое всем за просмотр и обязательно делитесь своими работами нам очень приятно смотреть какие вы рукодельницы и также обязательно подписывайтесь на наш канал если вы еще не подписаны и спасибо всем кто уже с нами это очень хорошо потому что в дальнейшем вас ждет очень много интересного и обязательно жмите колокольчик вы получите уведомление о новых видео и будете всегда в курсе наших событий итак всем пока и сладких вам петелек